Апостол Павел говорит так. Ибо ныне, в настоящее время, когда евреи читают Священное Писание, то же самое покрывало при чтении Слова Божия, Ветхого Завета, лежит на их лице и снимает его только Иисус Христос. Иисус Христос. Всех исследователей Священного Писания удивляет мысль апостола Павла, какие он делает выводы. Ветхий Завет у нас и такой же у евреев. Ни разница ни одной буквы. Мы видим одно, они видят другое. И апостол Павел доказывает как. Когда Моисеев сошел с горы, то находясь с Богом 40 дней, он так от него наэлектризовался, сказать сегодня, что он светился. И лицо его настолько ярко сияло, что люди не могли смотреть. И он сверху надевал как покрывало, и лицо закрывал, как паранже какой был. И апостол Павел это событие поворачивает к евреям. Вот так, говорит, у вас глаза закрыты, лицо закрыто, и вы вообще ничего не понимаете, слепые, в мишке сидите. Вот додумать-то надо, такой вывод сделать, какое отношение-то к евреям имеет, никакого. Вот что значит правильно, пользуется инструментом. Берет один стих, и он говорит, и при чтении Нового Ветхого Завета они ничего не понимают. У них покрывало, и покрывало им самим не содрать себя, мешок завязанный. А снимается оно Иисусом Христом. Вот это вся и суть. Человек смотрит в книгу, а видит что-то другое. Вот апостол Павел и доказывает. Я решил посмотреть по Священному Писанию. Как Господь, открываемое Своё Слово, доводит до сознания людей? И какие покрывало сегодня могут быть на нас, чтобы то Слово заговорило с нами? И я понял, что на православных везде надето монашеское покрывало, и мы Новый Завет не понимаем. Кому не подойдет сейчас, что не скажет? Да нет этого. Да мы этого не слыхали. Надо еще выводы делать какие? Ну, можем говорить, как Григорий Палама, а какой был свет? Тварный, нетварный, когда Христос преобразился? А Моисея, откуда свет этот был? А как он держался? А сколько там в ад священия? Сколько люксов? То есть совершенно не о том рассуждает. Надо понимать духовно. Евангелист Иоанн 9, глава 40, стих говорит так. Услышав, когда Христос сказал, что вы слепые, вы не понимаете, для чего говорите, вы не понимаете, что я делаю, вы не можете изъяснить мои поступки, как они относятся к вам. Они до того удивились и говорят, а вы что, слепые разве? И Господь на этом слове опять поймал их. Фарисеи сказали ему, неужели мы слепы? И 41 стих. Христос говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Вы делаете все это сознательно. Свет, очи, это сердце, это разум, Златоуз говорит. Если очи твои будут светлые, то есть разум твой свободен от предрастутков, от предвзятостей, ты свободно будешь рассуждать, понимать, что это означает. Вот что ты, на одном и том же говорим, пародеяние, и каждый раз человек смотришь одному, и тому же делать приходится замечание. Почему? С ним дома-то я не жил, но знаю, что и дома точно так же какие-то промахи. А если дальше взять, это из прошлой жизни идет, упрямый характер, а вот сегодня здесь все это вылазит. А другому один раз я сказал, он с такой любовью все это взял, как женщина одна привезла ребятишек, а я рассказываю, у нас строгость, я буду наказывать, если они не будут слушаться. Ну, обычно посмотришь, и не придут больше люди. Но я не меняю тактику. А она мгновенно ребятишек больших сдала. Я говорю, почему? А у нас отец, говорит, строгий был. И он нас очень хорошо воспитал, и я сразу поняла, что это правильно. Одно и то же слово, как может повлиять на людей. Если бы вы были слепы, не было бы греха. Поэтому мы должны сказать, Господи, вот я раньше проходил мимо храма, а ничего не знал. Слепой я был. Не рассуждал. Да, и в то время я не знал, а сейчас я вижу, что это означает Слово Божие, почему его надо считать, почему без молитвы ни шагу. Пророк Иеремия, 31 глава, 34 стих, говорит об удивительном времени после сошествия Духа Святого. И уже не будут учить друг друга, и говорит, познай Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого. Не толкование, Писание, для этого мы учимся, занимаемся в университете, а познать Господа, что Он Спаситель и умер за нас. Не надо даже нужды будет учить. Человек найдет его сразу. Душа твоя все время будет томиться, что нету близости общения с Господом. Перед тем, как обратиться, я приехал в Латвию, я сходил в храм и каждый раз брал две свечки. Ни одного богослужения не было, чтобы я не купил. Но я считал, что Божья Матерь, я рассуждал, раз она мать родила, она, конечно, вождей Христа. И мне уже сказали, что распяли евреи. Вот отомстить бы его жидам проклятым. Мысль-то работала только в одном... И никто ничего больше не сказал, что Христос это Бог, что Он сотворил Деву Марию, и что Духом Святым, войдя в нее, Он теперь родился, принял плоть. Он одновременно и Бог, Он одновременно Сын Божий. А люди рассуждают так, или здесь переводчики напутали, или евангелисты недопоняли, или Христос неточно выразился, то Бог, то Сын Божий. А Он Бог, и одновременно Сын Божий. Человеческие понятия исчезают. Мы должны только верой это принять. Во втором послании Тимофея, четвертая глава, третий стих, Павел предсказывает о временах, какие грядут. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. На всех будет какое-то покрывало. Я отношу к сегодняшнему времени. Встречаешься с сектантами. Ну возьми, прочитай, я ему даю Иоанна Златоуса. Не надо, это не наша книга. Я принес здесь прекрасное, проповедь митрополита Виталия в местную алтайскую миссию. Посмотрели, очень хорошее, но печатать мы и не будем, потому что это не наша церковь, это другое вера. Понимаете, как вот в мешке сидит человек, ему не важно, правда, неправда, лишь бы на его стороне сегодня был начальствующий. Я спрашиваю сейчас, вот суд мы вели с отступниками, так мы выиграли или проиграли? Получается, проиграли. Но когда сегодня я посмотрел, что они отказались от своего, а это только субъективно у них понятие было, и слеплялись с самыми негодными людьми, кого попало, подгребали, говорится, под себя. Я понимаю, они страшно, жутко проиграли. Они этого не понимают, что решение суда несправедливое, и они согласились, оно справедливое, у них все перевернулось в голове. Да в мою пользу, если будет суд решать и несправедливо, я должен, кстати, сказать, неправильно. Я отдаю деньги, бывает, человеку дадут, ну не те деньги совсем. Даже заплатили больше. Ну ты упади и верни, скажи, нет, это я не заработал, это не мои. Вот тогда будет по справедливости. Послание к Евреям, 8 глава, 11 стих. Апостол Павел уже к новозаветним людям применяет сказанное пророчество Иеремии, когда люди не будут учить каждый ближнего своего, познай Господа. Пока же мы учим, говорим проповеди. Я повторяю, толкование Священного Писания нужно учить. Опознать, что Иисус умер за мои грехи, учить не надо. Один раз ты как сказал, все, только услышал, ты почувствуешь, это то самое, что ты искал. Внутреннее отомление, нет избавления нигде. Мне только сказали, книгу вернее дали только, Христос умер за тебя, я сразу понял, это то, что я искал всю жизнь. Я сразу встал на колени, больше ничего мне не учили, не рассказывали, не убеждали, не затягивали, не вербовали. Я только прочитал, Иисус умер за меня, Он прощает все грехи. Это действительно так. Все. Я встал и сразу стал благодарить Бога. И 43 года благодарю и не могу наблагодариться, Господи. Ну, как же раньше тот я не узнал об этом. Пророк Исайя, 29 глава, 9 стих, говорит так, изумляйтесь и дивитесь, что эти люди ослепляли другим очи и сами ослепли. Взяли ключ разумения, сами не входят и хотящих не пускают. Они ослепляли других людей, они не давали слышать. Люди, желая к нам на занятия прийти, приходят сейчас к местному настоятелю здесь, в Покровский собор. Ну, и я бы хотел пойти. К кому? К Игнатию, он же больной человек. А там возвращается, говорит, больной. Я говорю, а что он сказал, больной? Что, у меня рука, он узнал как, плечо вывернуло, я вот сейчас не могу ведро даже поднять. Или головой, или нижним местом. Чем я болен-то? Да головой. А, но я и спрашиваю, хотя знаю. Меня 26 лет в психиатрии мучило, я реабилитировал, это самые страшные муки, хуже всякой тюрьмы. И он это прекрасно знает, он больше ничего не может делать. Почему? Дух в лжи вошел в уста, и его оттуда просто так не вытянешь. И он прекрасно это знает. Он ничего не может. Он осклепляет других и сам слепой. Он ничего не понимает. Я говорю, так давайте рассудим так. Значит, глупый все-таки я. Поехали. Да, глупый. Глупый наворочил, и не можете с академиями разобраться. Да, патриархов, всем синодом не можете никак разобраться. Скрыло вас под ним. Не можете выйти на диспут нигде. Как все время показывали фильмы, что немцы такие глупые, а потом поняли, да что же мы с глупыми так воевали, до самой Москвы сдали, то весь всю страну. Да теперь начали их показывать, какие они умные, какие они воинственные. Мы победили грозного, страшного, смелого врага. А то показывали каких-то тараканов. Все они горбатые какие-то, уродливые. Наконец зашло до них. Они ослепляли других, они обманывали. Их никто не ослеплял, они просто сами ослепли. Тот, кто лжет, он рано или поздно остановится на этом стихе. Евангелист Иоанн 12, 40 говорит, что народ сей ослепил глаза свои, говорит Господь. Сам. Люди не захотели прийти. Если бы сегодня дали возможность, просто перед массами народа, а людей бы заставили слушать, все равно люди не пришли бы. Они бы стояли, слушали и думали, когда он перестанет болтать, да кто-нибудь его там бы стукнул. Люди не будут принимать. Вот всех затащи, заставь прям под пулеметом, и все равно не будут, потому что им это не надо. Человек пить не хочет, ему рот хоть ножом разжимаем, пить не будет. А когда не хочет, он хочет пить, он из грязной лужи напьется. 1 Иоанна 2, 11. Кто ненавидит брата своего, тот не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Вот евангелесиан, простой рыбак, ну где он мог набрать все такого ума и так сказать? Свет ослепляет, Иоанн. Нет, тьма ослепила. Он во тьме находился, и разум погас. Он не может правильно рассудить, где истина. Иные ходят уже сколько раз, и даже были у нас, а я не пойму, а где правда, и там говорят так. Да тебе что говорить, а ты глазами-то глянь. Вот если бы я, там, 43 года назад, мне показали бы здесь, и Покровский собор, да я бы не знаю, любое условие выполнено, чтобы сюда запустили, чтобы быть в порядке, в чистоте, славить Бога, едиными устами, одной душой, быть как в одной семье, я не могу понять. Это слепой полностью, темный человек. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, Павел объясняет так. «Для неверующих, не воссияет свет, у которых Бог века сего, дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоверствования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Не сами по себе люди, а дьявола допустили, и он выжег глаза, и человек ничего не понимает. Читаешь простые, понятные евангельские слова, нет. Любую книжку, я говорю, понимаю, да и не глупый, стал читать, ничего не понимаю. Бог века сего, с маленькой Богом, он Бог, ослепил глаза. Но однажды ты этого услышал, пусть скажи, я хочу, чтобы это бельмо содрал Господь. Что сделать? Покаяние. Встань на колени перед Господом и скажи, Господи, дай мне свет любви Твоей. Господи, помажь меня мазью Твоей причистой. Обратись ко мне, как написано в Откровении, глазу и мазью, помажь глаза Твоей и увидишь срамоту ноготы Твоей. Сначала сам себя увидишь. Вот это, чтобы увидеть, а что, но живу нормально, дети при мне, все учатся, я не ворую. Человек не знает, что он скверный, страшный, погибший, гниющий. А когда Бог откроет, человек ужаснется. Он должен сначала приобрести ценность в очах Божиих. А в очах Божиих имеет только тот, который искупен кровью Его. При мудрости Соломона 2.21 Соломон рассказывает о людях, которые не верят в Бога, подсмеиваются на производстве над собой. Смотри, куда она угодила, в какую яму. Глупая баба. Она ничего не понимает, куда. А не умствует, собирается, толкует, рассуждает. Мы стали притчей во языцах. Где бы они ни собрались, где бы они ни гуляли, они обо мне разговаривают. Со мной в камере сидел директор рыбозавода Мамонтовского, главный рыбак Алтая. У него начальники все, краевые. Аксенов, Георгиев, тогда был Налетов. Приезжает Герман Титов. Все у него там. Я говорю, всех должен напоить, каждому бутылку коньяка дать, еще в этот вахап, куда машину его туда утащить. И он рассказывает, как принимались несправедливые решения. Вызывает прокурор края, района, гуляет, охотится. И он спрашивает, а для чего вы меня вызвали? Да вот, показывает начальник крови. Сына у него изнасиловал студентку. И вот надо его избавить теперь. Потому что они не просто так сожгли ее в копне. Его избавить надо как. И прокурор уже гуляет, пьет и знает, что вызвали его не случайно. Вот где все решалось. Я говорю, о чем говорили? Не было ни одной встречи, чтобы про вас еще не говорили. В то время, когда я ничего нигде не делал, просто свидетельствовал о Боге и все, всегда о вас говорили. О, какой страшный человек. Скольких людей он погубил. А почему же тогда не арестуют? Прошу. Закон нигде не нарушает. Делай то, что будет по закону. Хитрый очень. Это со мной сидит очевидец, который все эти разговоры оттуда выносил. Тьма ослепила. Они ничего не понимают. Совершенно. И они так умствуют. И они ошиблись. Ибо злоба их ослепила их. Неправо умствующее на страшном Божьем суде скажет, и так свет правды не светил нам. То есть они все должны будут сказать. И один из них мне потом сказал, а ведь мы думали, вы полностью проиграли свою жизнь. А смотрите, как вы вписались в эту перестройку, а мы все потеряли. Вот вы как-то могли же так, что ваша версия, говорит, оказалась верной. Да какая же у меня версия? Я в Бога. Да и вот что мы считаем про крещение. Ваша версия опять оказалась верной. Строят купели. Да это не версия. Это единственное, правильно отображенное священное. Но он рассуждает по-своему. Премудрый Сирах 20 глава, 29 стих рассказывает о том, что ослепляет человека. И мы должны это взять себе. Что-то в нашей жизни встречается такое, что выжигает глаза, человек делается бессовестным, неправильно поступает. И при том очень простое дело. Но касается это людей жадных, желающих лучше жить. Угощение и подарки ослепляют глаза мудрых. Ему дали подарок, взяточкой прикрыли. Он знает закон, статью закона. Но мудрый человек, институт кончил, доктор юридических наук, а подарки ослепили. Ему дали сразу 5 годовых окладов. Молчи только где. Подпишись здесь. И вот сейчас все, что делает, вот эти разные птичьи гриппы, новые паспорта, это все за громадные миллиарды. Теперь говорят, сколько это стоит. Кто там получил, продвигает эти законы. Но простой-то народ ничего этого не знает. Подарки ослепляют мудрых. И делается, как бы узда в устах. Они извращают обличение. Отвращают. Человек не может не обличить, не правду сказать. Если, говорит, даже честно, вы избрали депутата, что практически сегодня невозможно, как правило, с уголовным прошлым или с будущим. Таких набирают. Но если такой год-полтора, его доживят или убить, или переделать, другого не будет. А то сегодня пишут. Какие бы у него добрые намерения ни были, устоять может только глубоко верующий, который, ну, как отец Глеб Якунин, священник, они ничего не могли с ним сделать. Просто не переизбрали и все. С него открыто крест схватали, срывали. В книге чисел 16 глава 14 стих повествует, что эти люди считают священное писание и то, что Господь говорит о них, они поворачивают против верующих. Вот я что сейчас прочитал и говорю, а не слепой? Он говорит, это ты слепой. Я говорю, ты считаешь, но вы знаете, ничего не понимаешь. Это ты считаешь, ничего не понимаешь. То есть они, ему сказали, делай только напротив. И вот эти люди, Дафан, Аверон и Корей, вышли к Моисею, приступили и говорят, вы закрываете глаза людей сих и пытаетесь их ослепить, так не будем же делать по-вашему. Перед глазами людей пытались доказать, что Моисей ослепляет глаза людей, не открывая письма. Нам завтра Господь ослепил их. Земля развезлась и жильем сошли в преисподнюю. Во второзаконии 16.19 говорится о закониях, которые каждый адвокат, каждый судья, каждый прокурор должен был знать наизусть. Дары развращают мудрых. Дары отнимают разум. Итак, не извращай суда Твоего. Это относится к каждому из нас. Написано, не судите, да не судимы будете. Вот когда начинает о ком-то говорить и к человеку не расположен, даже голос меняет, показывает, что у того голос хуже моего. Мало того, еще жестами покажет, что у того-то хуже, чем у меня. Нужно знать правду. И даже о самом недобром, самом противном человеке сказать правду, какой бы он ни был. Я иногда беру выражение изречения от людей, которые мне совершенно не симпатичны. От Ленина и от Гитлера. Но у них были моменты, когда они говорили правильно, как Ленин говорит, наши успехи, радость от трудовых успехов. Я это взял себе. Вот где радость-то. Когда мы решили, у нас это есть. Мы молились, мы получили. Хотели сегодня выйти, вышли. Пожелали сегодня сюда прийти. Это успех, и это победа. Итак, чтобы знать Священное Писание, нужно просить Дух Святой, чтобы покрывало было снято с лица. А это покрывало натягивает враг, как считали. А глаза просветляют Дух Святой, через святых отцов. И поэтому, если мы называем себя православными, то нам противопоказано быть слепыми. Мы должны быть очень зрячими. И сектантам, веритикам, всем открывать глаза на свет истинный Христа. Аминь.